Быстро! Быстро в коробочку! Есть более дешевый вариант Купить в маркете Если что, вот здесь ссылка на маркет есть Там уже доступ будет стоить В рублях, но меньше Если переводить То есть обычный доступ будет стоить 300 рублей И этот расширенный доступ Будет стоить 2000 рублей Ну и под эту шикарную Китайскую музычку Давайте разбираться, что из себя представляет Этот Rise of the Dragon Интересно, здесь наверное Должно было быть по-русски написано Восход дракона, но что-то пошло не так В общем, боевой путь Для тех, кто уже давно в игре В принципе все знают Я единственное здесь какие-то цифры озвучу Для тех, кто ни разу не сталкивался с этим боевым путем Это, если вкратце, движуха Которая продлится Вот здесь есть таймер 122 дня, короче говоря 4 месяца И в течении этого времени Вы будете после боев Получать вот такие вот монеты Не важно, что это был за бой В ПВЕ или в ПВП Во всех режимах вы получаете эти монеты В разных режимах по-разному Если что, в этой закладке чего Как раз будет расписано Ну, как правило, в ПВП больше монет получаешь В общем, эти монеты вы будете тратить на Что, собственно говоря? Как раз таки на прохождение этого боевого пути И получение отсюда наград Зайдя в закладку профиль У вас здесь сразу вот такая есть картина Здесь будет отражаться уровни На каком вы сейчас уровне И какой следующий Здесь будет же как раз таки показываться и миссии Здесь их три обычные И типа четвертая элитная миссия И здесь же всякие ежедневные, еженедельные задачи будут За которые вы будете тоже получать монеты Можете завершить задание заранее за 200 голды Либо сами выполнять какое-то условие Поехали! Уровни! Начнем с уровней И проклацаем давайте все уровни Посмотрим, какие награды И сколько чего стоит Ну, первые награды я вам сейчас покажу Сколько они, первые уровни Сколько они стоили И какие есть награды В целом там очень, кстати, хорошие сделали старт Все эти первые уровни буквально обойдутся вам Обычно 10 тысяч Первые 10 уровней всегда стоили 10 тысяч монет В этот раз почему-то у меня получилось 8605 И что классно Здесь в начале очень много Тех самых ускорителей боевых монет на 2 часа Что за ускорители боевых монет? Это ускорители, которые вы вставляете Как обычно вот сюда ячейка для ускорителей Вы можете ставить этот ускоритель бесплатно И в премиум ячейку И в обычную ячейку Так вот, эти боевые ускорители боевых монет Вам нужны для того, чтобы больше зарабатывать этих монет Как видите, здесь ускоритель Плюс 900% получения этих монет Он действует 2 часа То есть шикарная вещь для того, чтобы быстро В начале эти первых 10 уровней пролететь Ну и далее После того, как вы получили за 4 500 монет Первую награду ZBD04A Это премиумная ББМка 7 уровня Дальше все уровни пойдут по 4 500 По крайней мере до 50 Давайте дойдем И посмотрим, что здесь есть Опять же, много ускорителей монет Есть декали Очень много будет камуфляжей Причем классных камуфляжей Есть даже золото Есть несколько обликов на прокачиваемые машины китайские Опять же, ускорители Декали Декали Еще ускорители Голды Еще ускорители Флаги есть Классная, кстати, базовая краска тоже Здесь еще ускорители Также есть кредиты Еще один облик Камуфляж И на 30-м, получается, уровне Вы получаете следующую награду Это премиумная ББМка 8 уровня ВН17 Опять же, походу, я уже про них рассказывал Есть видео вкратце, что они должны из себя представлять Ну и, естественно, как только я их буду получать Будем тестить и покажу в деле Далее, поехали Также все по 4500 Еще один ускоритель Три дня премстатуса Камуфляж классный Еще голды Еще ускорители Декали Флаги Ускорители Кредиты Декаль Еще ускорители Декаль Камуфляж Еще один камуфляж довольно классный Еще один Современный китайский Много ускорителей Мне кажется, их стало гораздо больше, чем было раньше Еще один камуфляж Еще один ускоритель Флаг Титул Еще один ускоритель И вот начиная, насколько я знаю, именно с 50 уровня Дальше уровни будут стоить по 7000 монет Еще один Еще один И еще голдишки Камуфляж Аватар Единственный будет в этот раз аватар Он один Еще ускорители Немножко према Ускорители И перед главной наградой будет облик На Тайпе 99 Прокачиваемого Народно-освободительной армии И, наконец, главная награда Этого боевого пути На 60 уровне Это ЗТЗ-20 Это уже премиумный ОБТ 10 уровня Довольно интересная должна быть телега В целом Получается Пройти Все Открыть все 60 уровней Стоит чуть меньше Чем 260 тысяч монет Ну, по идее, должно быть 260 Но, опять же, у меня получилось 258, там 600 Это для тех, кто интересует Для тех, кого интересует Как быстренько все это дело пройти То есть монеты Можно купить За голду Ну, а сами понимаете Голду можно купить за рубли И тем самым Очень быстро Если у вас нету времени Но есть деньги Очень быстро Открыть все эти уровни И наслаждаться Наградами Далее поехали Закладка миссий Здесь будет стандартный Три миссии Плюс Типа Элитная Ну, мне кажется Она раньше была элитная Сейчас уже не такая элитная В чем прикол этих миссий Задания довольно-таки Простые на самом деле И при этом Будет приносить вам За каждое задание Дополнительные Опять же монеты Плюс Главная награда В каждой миссии Будет камуфляж Здесь, собственно Отдельная миссия На ОБТ Для ОБТшек Для ЛТ-ББМ Здесь в конце То же самое Еще один китайский Камуфляж И ИТ Или артиллерия И еще один китайский Третий камуфляж Плюс монеты За каждое задание Ну, а в элитной Собственно говоря Здесь Не, на самом деле Кстати Кстати Нет, на самом деле Стало Немножко интереснее Здесь будет Облик Для Тайпа 99А2 Мундрагон Да, вот этого облика У меня нету точно И я его точно себе хочу Помимо облика Здесь вам За каждое задание Будут давать части На четвертую Премиумную машину Этого боевого пути ЗТЛ-11 Пять частей Еще пять частей Еще пять частей Еще пять частей И в конце Пятнадцать частей Спросите вы А, собственно Как его собрать-то? Нужно сто частей Чтобы собрать его полностью Где эти брать части И чуть позже Я покажу Где еще Эти части Можно будет забирать Испытание Это еще одна закладка Стандартная В общем-то Уже для боевого пути Каждую неделю Будет открываться Какое-то Какое-то Испытание Это испытание В несколько ступеней С усложнением Задания Но при этом С увеличением Награды За это самое Задание И В общем-то В чем плюс Этих испытаний Даже если вы Залетаете В боевой путь Не сейчас А где-нибудь Через месяц У вас Эти все испытания Будут открыты Они все Параллельно Будут выполняться И параллельно Вам будет капать Очень много монет Это классная штука Мастерская В этот раз Прошла Мимо Этого боевого пути И в мастерской Качать в этот раз Нечего будет Кроме Опять же Каких-то Старых машин Из предыдущих Боевых путей Войны прошлого Северный ветер Эхо войны И так далее Следующее Самое интересное Что есть в боевом пути Естественно Это магазинчик В этом магазинчике Каждый день Каждые сутки Будет меняться Ассортимент То есть То что вам Будет выпадать Вы можете Принудительно Ассортимент Поменять За 300 монет Что здесь есть Вот здесь Всегда будут падать части Их стоимость И какое-то предложение Сколько частей Будет написано Стандартное предложение Самое дорогое Стоит 440 монет За одну часть Чем оно будет Более там Будет редкие Еще специальные В общем Редкое предложение Там еще какое-то В общем Чем оно Реже предложение Тем выгоднее В стоимости монет Будет части Здесь будет Каждый день Если вы хотите Боевой путь Весь пройти Ну или в принципе По крайней мере Что-нибудь забрать Вот здесь будет Каждый день Халявные монеты То есть Вот сейчас Я забрал Сегодня я забрал 500 монет Они стоили мне 50 монет То есть Я заплатил 50 Получил 500 монет И так будет Каждый день Там 300 монет За 30 монет Вы будете забирать И так далее То есть Здесь ежедневно Халявные Опять же монеты будут Здесь уже Будет выпадать Всякие ускорители Жетончики Опять же Здесь То же самое Различные ускорители Жетоны Кредиты Прям дни И так далее И Наконец Последняя Закладка Не закладка А последний столбец Это Премиумные машины Здесь Будут падать Премиумные машины Разные В принципе Практически все Которые у нас есть В игре Здесь же будут падать И командиры В том числе Естественно Командиры И ОБТ И премы Какие-то Десятого уровня Будет реже всего Падать Ценник Насколько я помню 75 тысяч монет За командира Или какой-то Прем Десятого уровня Ну Соответственно Цены Здесь же будут Отражаться Если у вас Этого Пряма Нету Вам будет Написано Сколько будет Стоить В монетах Купить Это предложение Ну и Наконец Последняя Закладка Чего Здесь уже Какие-то Если у вас Остались вопросы Можете Прочитать Что к чему Есть Нюансы Какие-то Опять же Сразу же То что Волнует Постоянно Многих В заданиях Будет попадаться Формулировка Уничтожить И ликвидировать Это разные вещи Уничтожить Это просто Убить Сделать фраг Именно То есть Последний удар Нанести Как написано Ликвидировать Это помимо того Что вам нужно Добить противника Последним нанести удар Сделать фраг Но и еще И по противнику Нанести Больше всего Урона Это важно Понимать Потому что У вас такие Будут попадаться Задания И нужно Понимать Что они означают Так что В целом Вот такой Боевой путь В этот раз Он немножко Ну в общем Все сумбурно У нас с этим Боевым путем Все пошло Что-то не так Он стартанул Позже Гораздо И гораздо Позже И есть до сих пор Косяки Там какие-то С начисления монет Я себе уже Нафармил монет За счет Предыдущих Дериваций Опять же Деривация Это была Предыдущий танк Который Который Вот здесь По частям Собирается Опять же Вот здесь Магазинчик Поэтому я думаю В этот раз Точно так же Если вы хотите Затариться Дополнительными Монетами На следующий Боевой путь Соберите Полностью ЗТЛ На этот раз ЗТЛ 11 И не продавайте В следующем Боевом пути Как только он Начнется Вы целый Собранный Такой танк Сможете продать За 3600 Монет Немного Но если У вас будет Просто-напросто Оставаться Монеты Вот здесь На счету К концу Боевого пути То их Нужно Потратить Потому что Эти монеты Не переносятся На следующий Боевой путь На следующий Боевой путь Переносятся Только Собранные Полностью Машины Либо Еще Будут Варианты Вот таких Ускорителей Которые По-моему Сейчас не Активируются Я их попозже Активирую То есть Именно Боевые Купоны Вот их Вы сможете В любой Другой Момент Как раз Таки Активировать Так что Надеюсь Понятно Все было Если Какие-то Остались Вопросы Задавайте В комментариях Ну и До Начнется Задротство